Усадьба князей Голицыных Владимиром Сизовым Мы отправимся по неизвестным веземам Владимир, вот что это за новый такой стенд, о чем он говорит? Ну, мы решили поставить в таких интересных локациях такие стенды информационные, ну, для чисто просветительской деятельности, чтобы люди читали, набирали знаний, узнавали больше о своем родном месте, ну и, конечно, для людей, приезжающих в эти места, чтобы они открывали что-то новое Ну, почему он стоит именно здесь, неспроста, я знаю Конечно, вот мы сейчас с вами находимся на Миклюнковском проспекте Это лучевой проспект или лучевая аллея, кому как больше нравится Это часть усадьбы Веземы И вообще Ездревле, когда эта усадьба была задумана Николаем Михайловичем Голицыным, то главная подъездная аллея, она в усадьбу, она проходила именно здесь Мы можем это увидеть по ориентировке этого проспекта Ну, вообще, вот проспект сейчас не наблюдается Мы стоим на какой-то непонятном местности, идет дорога, и там за забором находится парковая зона музея Но когда-то давно, да, здесь? Исторически территория владения усадьбы Веземы, парк усадьбы Веземы, он распространялся далеко-далеко И это не та территория, которая огорожена сейчас забором Это именно часть регулярного парка сейчас огорожена А часть пейзажного парка, она была, простиралась на огромные там версты вокруг И вообще усадьба Везема была распланирована тремя проспектами Такими лучевыми проспекторами, каждый проспект был ориентирован на архитектурную доминанту усадьбы Веземы В частности, вот этот проспект Неклютковский, на котором мы сейчас с вами стоим Он был ровно ориентирован на дворец усадьбы Веземы Сидоровский проспект был ориентирован на церковь усадьбы Веземы И Еловый проспект, он был ориентирован на конный двор То есть, если он центральный, сюда въезжали все самые почетные гости? Конечно. Вот этой дороги в конце 18 века не было современной, этой дороги. Въезд в усадьбу был совершенно иным способом. Я даже вам покажу там, где раньше въезжали. И все гости на лошадях, на каретах, на других средствах перемещения проезжали здесь. Останавливались возле усадьбы, выходили и уже лошадей уводили на конный двор, а сами гости и хозяева уже проходили во владение. И вообще-то лучевая планировка – это на самом деле уникальное явление для русской ландшафтной архитектуры. Довольно-таки мало сейчас в наши дни сохранилось такой планировки. Это французская система или версальская система. Вот как вот здесь показано. Именно устроитель этой усадьбы Николай Михайлович Голицын, он черпал свои вдохновения в форсовых ансамблях европейских монархов. И воплощал их здесь жизнь. И сейчас вот такие крупицы, остатки мы можем с вами увидеть и насладиться ими. Но все-таки хочется возродить, да, чтобы это все было в первозданном виде. Ну, в первозданном виде, конечно, возродить сложно. Уже не будет. Хотя бы обозначить, хотя бы показать, как это было, в такой некой претроспективе. Рассказать, показать, ну и как-то просветить. Ну, собственно, Неклютковский проспект, он начинался с так называемой Поповки. Поповка – это место, где издревле располагались дома священников Преображенского храма. И вот в конце 19 века князь Дмитрий Борисович Голицын построил для священника Никольского такой вот дом. И он сохранился до наших дней поныне. Вообще вот эта улица, которая сейчас называется Институт, она раньше называлась Поповка. Как раз по этому месту, да? Да, по этому месту. И ее переименовали где-то на рубеже 40-х, 50-х годов. То ли это было сделано из-за того, что здесь располагался конный институт, то ли из-за того, что институт фитопатологии. Ну, скорее всего, и то, и то. Да, и то, и то. И если не поныне, эта улица называется Институт, вот остановка называется автобус. А дом так и остался. А дом так и остался, да. Мы объехали Веземы буквально вокруг, да, и выехали на тот самый проспект. Да, да. Мы сейчас с вами стоим где-то в середине этого проспекта, Некрюдковского. И хорошо видно здесь, каким он был в свое время. Аллея, которая отсажена липами, березами, продолжается. И вот именно она выходила, подходила к дворцу садьбы Веземы. Сохранились старые деревья и даже сохранилась обволовка. Обволовка, которая... Здесь ее хорошо видно, то есть некоторые пошивки принимают ее за что-то другое, может быть, какие-то коммуникации. Нет, нет, это именно вот старинная обволовка. Это у нас здесь. В тех самых времен. Да, и мы можем в своем воображении представить, как князья Голицыны ехали по этому проспекту в свое родное имение. Сейчас это трудно поверить, но по этому проспекту много лет назад мчались кареты, запряженные лошадьми, прямо к усадьбе князей Голицыных. Эти деревья – живые свидетели той истории. Володя, это что за неизвестное живописное место в Веземах? Ну, она широко известна для местных жителей, а для наших туристов, конечно, она неизвестна. Это круглый пруд. Николай Михайлович Голицын при обустройстве в своей усадьбе решил устроить вот такой круглый пруд. Скорее всего, здесь был какой-то там родник или озерцо, может быть, даже какое-то. Небольшое, да? Небольшое, да. И было применено такое терроформирование очень широкое. Края этого пруда идеально круглые. Мы это с вами можем посмотреть на него со спутника и убедиться в этом. И такой был интересный, такой забавный, интересный объект. Но при его обустройстве, конечно же, Николай Михайлович Голицын черпал вдохновение в Версале. Конечно же, Версальский круглый пруд был прообразом многих круглых прудов, которые делались во многих наших усадьбах. И, безусловно, здесь стояли беседки, здесь были лавочки. И все известные гости усадьбы Веземы, они все здесь гуляли. Но этот пруд, причем, тоже находится на проспекте. На Еловом проспекте, да. Еловый проспект, начинавшийся от Кунова двора. Он упирался в этот круглый пруд, огибал его с двух сторон и соединялся уже на другой стороне пруда и продолжался дальше. И этот, конечно, круглый пруд сейчас находится в таком, как сказать вам, не самом лучшем состоянии. Здесь вокруг деструктивная архитектура, которую, конечно, целесообразно убрать и сделать красивую. Конечно, место очень красивое, пруд такой необычный. Таких круглых прудов осталось, сохранилось на наших дней, ну, сочетать по пальцам. Немного, да. Самый известный, наверное, это в Павловске. Ну, конечно, интересен круглый пруд у усадьбы Бернова. Он отреставрирован, он там даже выложен был мрамором. А кто его знает, может быть, и здесь тоже при его очистке можно тоже будет найти что-то интересное. Может быть, тоже какой-то либо белый камень, либо мрамор тоже здесь есть. Будем надеяться, что все-таки это место облагородят, и мы будем здесь гулять и наслаждаться действительно такой красотой. Да. Итак, заканчиваем мы наши прогулки на проспекте, который называется... Еловый. Вот как раз этот проспект, он непосредственно вел к круглому пруду. Сейчас, конечно же, никаких елей мы здесь не видим. Растут тополя, которые были посажены уже примерно в середине 20 века. Но интересно, что на этом проспекте сохранилось старинное мощение. Под слоем асфальта кое-где оно рассматривается. Это кирпич положен на ребро и выложен елочкой, так называемый. Потому что еловый и, соответственно, наверное, нет или так просто совпало, да? Нет, нет, нет. Просто такая форма кладки елочкой издревле старинная. Во многих наших старинных постройках, там, 17 века она едет полу, елочкой мы можем увидеть. И вот здесь кое-где этот кирпич... Да, сквозь асфальт он все равно выталкивается и пробивается. Вот это мощение, видимо, было как раз до округлого пруда. Вообще мы мечтаем когда-нибудь снять вот асфальт и восстановить вот это вот прекрасное мощение. Владимир, спасибо за эти удивительные прогулки по действительно неизвестным визиумам, а по тем местам, о которых мало, наверное, кто знает. И спасибо, что вы храните эту память, эту историю. Я был рад поделиться этой информацией. Также приезжайте к нам, ждем всех в гости. У нас замечательные, красивые места. Будем всем рады. О других новых, интересных местах нашего округа вы узнаете в следующих передачах в нашей программе «Про округ». Оставайтесь с нами, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин